Добрый день, друзья! Здравствуйте! Ну, давайте поговорим. У нас был вопросик по поводу, тут написано, биржа, трейдинг и менталитет. Ну, был вопрос, на каком промежутке времени и речь шла. Давайте сразу покажем картиночку. Так, секунду. Ну, потом я покажу это дальше, а пока речь идет о шибе. Значит, вот это шиба, и это было мое сообщение в Telegram, в канале Сен-Гейтс Андро Граунд. Ну, и был вопрос у нас Вячеслава по поводу, сейчас я его найду. Так, секунду где-то. Так, вот вопрос в следующем. На какое время эта перспектива и о каком росте в процентах идет речь? Ведь надо фиксировать прибыль вовремя. Второй момент. Если кто-то замечал, то когда у сигналов собирается некая толпа, группа людей, то прогнозы могут давать ошибку, сбой. Так как это все регулирует высшая воля, которая регулирует баланс. Да, взял. Ну, утверждение, последнее утверждение справедливо с моей точки зрения. Поэтому давайте начнем с этого. Это правда. Но дело в том, что что мы подразумеваем под высшей волей? Мы сейчас не говорим о Боге, правильно? Потому что Богу это абсолютно до лампочки. Вот. Что мы тут делаем на земле? Как мы воюем? В какие игры мы играем? В войну играем? В мир играем? В любовь играем? Ну, мы совершенно все равно, да? Правильно? Почему? Потому что мир идет... Там духовный находится мир. А мы тут в материальном мире, что хотим, то и делаем. Так вот, высшая воля здесь неприменима, если иметь в виду воля Творца, ну и помощников. А речь идет о не высшей воле, а, скажем, законах космоса. Так, я уже говорил, эта тема, вообще-то говоря, вот если эту брать тему, то это не тема этого эфира. Но применительно к законам поведения человека, маркет или биржа не существует сам по себе. Его формируют люди. Его формируют силы земные, правильно? Люди, никто. Другой вопрос, кто, скажем, имеет больше силы, кто имеет больше власти, кто имеет больше денег. Вот это тут формируется. Но люди все до единого. Еще раз, тема другого эфира. Но каждый человек представляет собой маленькую капельку воды в океане. Капелька воды в океане, в этом океане, она не может вести себя по-другому, чем ведет себя весь океан. Если формально перевести на человека его болезни, то тогда человек будет болеть, потому что клеточка его организма будет вести себя не по закону, закону всего организма, но целая, это же больше, чем частная. Несколько отвлекаясь, это менталитет, это имеет отношение к менталитету. Я крутой, я великий, центр имени меня и так далее. Куча парапсихологов, тысячи. И центр каждого парапсихолога. Куча астрологов, центр имени меня, центр имени ее, центр имени его. Психологи, астрологи, номерологи, политики, психопаты. Центр имени Иисуса Христа, центр имени Наполеона. Столько Наполеонов находится в палатах этих самых. Вы не представляете, сколько их там съезов. Это все крутые, но сколько же можно быть такими крутыми, да? Но у нас же есть творец, который нам определяет роль. Вот и всё. И поэтому мы не можем вести себя отдельно от целого общего, от структуры. Всё. Значит, раковая клетка, она погубит весь организм, если мы вовремя не остановимся. Правильно? Поэтому здесь речь идёт о том, что мы все соблюдаем определённые законы. Ну, скажем так, переводя на язык маркета, я это называю сакральной геометрией. Чтобы понять, что такое сакральная геометрия, а не геометрия Пифагоровых штаны во все стороны равны. Это правда. Да, это действительно так есть. Но это земные понятия, правильно? Сакральная геометрия – это небесная геометрия. И она определяется определёнными циклами, скажем так. Вот сейчас вы видите на картинке вот эту вот шибу. Теперь перейдём к следующему этапу, то, что нам пишет Вячеслав. Хорошие вопросы затрагивает. Очень глубокие, я бы так сказал, вопросы. Правда, это не тема. Ну, наверное, тема. Всё-таки Сент-Гейтс, Сент-Граунд несколько отличается. Хотя имеется в виду здесь конкретная финансовая какая-то комбинация, финансовая какая-то монетка, которая может к чему-то привести. Да, значит, если кто помнит, значит, я делал программу. Обратите внимание на эту программу, которая называется «По итогам нашей встречи с Галиной», где я задал вопрос о монете Шиба. Давайте дальше я почитаю. Так, толпа, группа людей, то прогнозы могут давать ошибку, сбой. Ну, где вы берёте толпу? У нас в чате находится сколько? 8 человек. Это толпа. Или 100 человек, которые смотрят эту нашу встречу с Галиной, и которые озабочены своими вопросами, куда придёт мой внук, которому... Или внучка, которой уже, слава богу, 30 лет. Вы понимаете? 30 лет, и мама беспокоится, или бабушка беспокоится. Родители не беспокоятся, бабушки беспокоятся. Вот. Где вы видите толпу? Расскажите. Толпа – это не толпа. Там ноль. Это ноль. Даже если там было тысячи человек, это ноль. Если вы хотите толпу, то эта толпа прогнозирует, конечно, развитие события. Но для этого надо быть всем в синхроне, находиться. Понимаете? А если один влез, другой под рова, то это не то. Понимаете? Кто-то знает, кто-то не знает, о чём идёт речь. Ну и всё. Но главное – суммарная энергия. Да, в принципе, она может сработать. Поэтому толпы здесь никакой нет. В данном конкретном случае нет толпы. И сколько людей купило на основании нашей программы с Галиной? Ну, я бьюсь от заклад всю из тех, кто слушал. Ну, может быть, один-два человека купили. Я лично купил. Почему? Я знаю, о чём идёт речь. И я показываю, куда мы погнали. У меня же есть доказательства этого. Понимаете? Имеет отношение к менталитету. Мы поговорим в презентациях. Но совершенно какие-то, с моей точки зрения, ну, простите, но это такие глупые или детские обстал вопросы. Значит, во всём мире, за исключением одной конкретной страны или какого-то одного пространства. Причём я могу доказать, я специалист в этих вопросах, как это было. Я просто не жил в это время, в конце концов. Я знаю, как это всё происходило. Менталитет. Смотрите. Во всём мире не существует. Есть мир и есть отдельное пространство. Очень маленькое по отношению к миру. Вот на этой ограниченном пространстве создают очень странное, с моей точки зрения, и с точки зрения всего остального ценицованного мира вопроса. Ну, я же к этому вращаюсь, поэтому я сейчас объясню. Во всём мире речь идёт не о поговорить, как у нас это дело, да, и обсудить, обсосать и так далее, а речь идёт о реальных процессах и конкретных результатах. Если в переводе на денежные отношения, значит, это звучит так. Шоу Мизамани. Всё. Во всём мире это доказательство. Ты покажи, если ты такой умный, почему ты такой бедный, в конце концов? Ну, действительно, справедливо, справедливо. Ну, ты ж такой умный. Ну, ты покажи мне, как ты можешь своей головой вот это всё получать. Правильно? Правильно. И вот теперь смотрите. Шоу Мизамани. Правильно? Во всём мире. Ещё раз. Я показываю, да, о том, что я... Конкретно шоу Мизамани я показываю. Месяц за месяцем, подряд четыре месяца. Я получаю за три с половиной месяца почти сто тысяч долларов. Реальных денег. На реальном счёте. Я это показываю. Говорит, ну, круто. А какие у вас соотношения между выигрышными и прогрышными сделками? Ты спросил у любого нормального человека бизнес-соотношения, которое находится, да? Он скажет, а зачем? Для чего мне это надо? Ты показал, ты заработал своей головой, да? Ты получил результат. Постоянно. Месяц за месяцем. Какая мне разница, сколько у меня прогрышных по сравнению с выигрышными сделками? Это менталитет. Поэтому, Вячеслав, ты задаёшь хорошие вопросы, но ты задаёшь некорректные с другой стороны вопрос. Я объясняю, почему. Значит, смотри. Теперь мы с самого начала переходим, да? Я сейчас на примере-то покажу. Вопрос. На какое время эта перспектива, о каком росте процента идёт речь? Рост процента я объяснил. Значит, смотрите. Я показал. Вот у вас на экране это. Вот я показываю на экране. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел. Это просто очень странно вообще-то. Говоря, как будто мы на разных языках говорим с тобой. Вот я показал, что я здесь покупаю. Я объяснил, почему. Но это любой студент скажет, те, которые занимаются, потому что этот уровень математически вычислен с помощью сакральной геометрии, которая у нас на Земле применяется. Она там задумана, придумана, рассчитана, а на Земле мы её всего лишь применяем. Цифры известны. Я экстраполирую сюда, получаю. Здесь я покупаю. И я показываю на основании элементарных вещей, где я буду покупать. Если я не здесь купил, то какое развитие события. Дальше. Вот эти уровни, они же не просто так нарисованы здесь, зелёненькие. Я же показываю, как мы, куда мы дойдём. Так вот, если я покупаю, я же могу показать, что я-то это делал. Я покупаю, я выхожу вначале здесь, потом выхожу здесь. Оно летёт вниз. Теперь вопрос, а на какой перспективе? Теперь какая разница, на какой перспективе? Ну вот объясни, если я показываю результат и получаю его вот здесь 30% за несколько часов, и ты мне спрашиваешь, какая перспектива этого? Ну это очень и очень странно. Более того, из количества людей, которые я здесь вижу, трёх человек, Вячеслава, возможно, здесь и нету, который задаёт вопрос. Это точно такая же самая. Ты задаёшь вопрос, для чего? Ты хочешь на него получить ответ, или ты хочешь поговорить? Потому что люди, два человека между собой, они о чём-то говорят. Один не согласен с другим. Вместо того, чтобы выяснить, почему ты не согласен с другим, один человек доказывает этому второму человеку, доказывает второму человеку, нет, он доказывает ему свою логику, почему он стоит на этой позиции. А тот доказывает, два барана спорят между собой, два барана. Кто из них, вот вы упёрлись с рогами, знаете, картинка, упёрлись. Кто из них сильнее? Но они же не хотят решать вопрос. А почему ты не согласен? Ну объясни мне, почему. Нет, он же себя привязывает к своей логике, к своей матрице и хочет доказать второму человеку. Да так не делается, в конце концов. Ну когда дойдёт уже до нас это. С таким менталитетом в эпоху благодетствия мы не придём. С таким менталитетом деньги мы зарабатывать не будем. Деньги нам очень и очень понадобятся. Очень понадобятся. В духовности это не имеет, с одной стороны, вообще никакого отношения, потому что это разные вещи, материальность и духовность. Но материальность нам нужна для того, чтобы войти в духовность. Как ты будешь сидеть медитировать, допустим, и тратить время, когда тебе надо на работу бежать? Объясни мне. Я же могу доказать и показать, как можно поменять менталитет. Я же это доказываю постоянно. Я своей жизнью это, в конце концов, доказываю. И получаю, что самые интересные результаты. Но если один человек может, почему второй не может? Объясните. Может. Никаких условий нету, поверьте. Вообще. Никаких. Ни благосостояния, ни каких-то наследства нету. Нет. Есть просто упорство и есть соблюдение законов. На каком-то этапе, если мы до сих пор не соблюдали, ну так на каком-то этапе остановитесь и начинайте соблюдать эти законы. Уже будет здорово, замечательно. Вы понимаете? Ну, просто удивительно. Умилительно, я бы сказал. Меня это никак не волнует, не расстраивает. Но я же хочу помогать. И я не понимаю, когда человек поменяет свой менталитет, в конце концов. Но это же настолько просто. И в то же время, конечно, сложно. Потому что материальная наша матрица, в которой мы находимся, не позволяет нам это сделать. Я вам покажу одну интересную вещь. Вот сейчас, да? Вот я вам хочу показать. Это мой конкретный, допустим. Сейчас я поставлю сюда эту картинку. Не эту картинку. А я покажу вот этот момент интересный. Вот этот момент. Смотрите. Дело не в этом. А вот посмотрите. Вот у нас нижняя точка. Это менталитет человека. Вот она, нижняя точка. Правильно? Значит, у меня много компьютеров. Я просто, простите, сейчас смотрю на другой компьютер. И вот я смотрю о том, что я вышел с евро. Плюс, сейчас секунду, 100, плюс 320, плюс 470, плюс 480. Я потом покажу в Телеграме. Я покажу. О чем идет речь? Сколько раз я говорил, мы пробьем. Здесь стоят, здесь вот здесь стоят все ордера на продажу. Здесь стоят ордера. Вот здесь люди, которые думали, что мы идем вверх. Они поставили ступы. Силы, которые нами владеют, вот эти силы, я имею в виду люди, у которых деньги, у которых компании, власти и так далее, они выбьют нас. А потом мы развернемся, все пойдет вверх. А мы этого ни хрена не понимаем и не хотим соблюдать вот эти вот правила. Ну, существуют правила работы. Что же мы эти правила под себя пытаемся прогнуть? Не получится это? Нам надо соблюдать. Для этого надо учиться. Ты же учиться-то не хочешь, дорогой ты мой Вячеслав. Но ты же учиться. Тебя удалили с трейдинга этого самого, потому что ты, наверное, достал от Сергея. Он тебя взял и удалил. Он был менеджером тогда. Да, да, вот, своими постами, которые ни к чему не ведут. Ну, просто разговаривание и все. Да, так вот, вы представляете, да, сегодня я могу показать трейдинг, то, что я делаю, да, регулярно, постоянно. Шоу Мизомари, я их показываю. Если мы хотим получать, так давайте получать. Я же готов помогать. Но мне-то никто не помогал в свое время, друзья. Я в свое время сам этим занялся. Я вычислил форму, формулу. Я хочу быть человеком независимым. Свобода. Почему мы должны быть рабами постоянно чего-то? Каких-то условностей, каких-то шаблонов. Неужели это непонятно, да? И почему мы все время подгоняем под свою идеологию вот это все? Больную идеологию. Ну, конечно, нам ее навязал кто-то. Ну, надо же выходить из этого. Понимаете, никто нам не будет помогать. Никто. Пока мы не сами не захотим это менять. У нас есть преподаватели. У нас есть центр, университет есть, да. А сколько же людей там проходили обучение? Да они же пишут такие благодарственные пожелания и благодарности. А почему мы этого не делаем, да? Ну, почему-то кто-то, кто учится, он это делает, а другие это не делают. Объясните, почему? Когда мы избавимся от этого больного, простите, менталитета. Ну, пора же выходить. Я же могу это доказать, разложить по полочкам все. И объяснить все, почему. Кто хочет, так людей-то нет. Понимаете? Не единицы. Понимаете? Вот. Ну, возьмите вы, если хотите, чтобы у нас был эгрегор позитивного. Не потому, что это надо, допустим, майку, да, о том, что они придут, будут там ходить, там, бизнес. Какой бизнес? Я занимаюсь своим развитием и духовным своим образованием. Но деньги – это инструмент для этого нужен. Вот только и всего. Понимаете? А мы хотим получать на халяву. Да нет в мире такого понятия халява. Ну, нет. Оно не переводится ни на какой язык. Вообще нет. Понимаете? Мы к этому идем, допустим, да? Но дойдем-то мы не все. Очень далеко мы дойдем не все. Это программа не для трейдинга. Это программа не для биржи. Это вот, которая сейчас идет. Вот то, что я о чем говорю, это программа для очень серьезного анализа и вывода о том, как мы живем, что мы делаем и пройдем ли мы через эти испытания. Вы не представляете, какие испытания нас ожидают. Это последний вариант. Последний вариант. Послушайте, незыблемые вот эти вот здания, вот эти миллионники, да? Они разрушатся очень скоро. Вы не представляете, сколько информации. Я не могу ее здесь в открытом эфире давать. Но вы не представляете, сколько объективной информации, которой нигде нет. Эта информация закрытая, потому что иначе будет, черте что, это же паника будет. Мы должны соблюдать условия. Я не имею права об этом. Где-то в каких-то отдельных местах можно. Но у нас пока мы не вычлели такого места, потому что все равно кто-то этим владеет и кто-то где-то это видит и слушает. Так или иначе, у них есть на это право. Они себе забрали, но мы-то должны соблюдать эти условия. Мы хотим сражаться с ветряными мельницами. Дон Кихот, Санчо Панца, пожалуйста, давайте, кто хочет. Вот это машина, да? По-другому делать надо. Мы-то победим, само собой, без сомнения. Но это методика другая должна быть, понимаете? Войны, вы думаете, закончится ли на этом все вот это? Потому что сейчас в Украине и Россия. Что вы смеетесь? Мы еще не видели даже ничего. Поскольку чем больше сопротивления, тем больше будет напруга для того... Ну как можно сравнить? Словно Моська, да? Давид и Голиа. Знаете, как это было в старину? Кто будет вмешиваться в это, когда это уже третья мировая война? Она по-другому идет. Когда она начнется? Да она началась уже давным-давно. На всех фронтах. Пандемия, это что, не это самое? Это не третья мировая. Вы вспомните таких пандемий, которые были всего мира. Весь мир ходит в масках. Где такое было? Когда такое было? Никогда не было такое. Отдельные очаги были. Какие-то несравненные. Нельзя сравнивать с этой испанкой, которая была вообще. Время было просто другое. Вот и все. Сейчас другой цикл. И мы этого не знаем и не понимаем вообще. И не хотим понимать, что самое интересное. Вот. Это не последнее. Это будет еще дальше и больше. Продукты себя изжили. Значит, целину. Вы даже не знаете, кто это помнит? Расскажите. Когда освоение целины. Освоение целины, которые за один год уничтожили. Плодородные все земли, сняли четыре урожая. Так делать нельзя. Ну, нельзя так делать. Было. А это взяли и сделали. И теперь там, знаете сколько? 900 лет. Там ничего не будет расти. С химией? Так сколько угодно. С химией сколько угодно. Так это химия. Мы же кушаем. Для чего? Ну, вот это все сделали. Это мы сделали. После этого мы начинаем тогда говорить. Это они. Это они это делают. Мы сделали так, чтобы войны идут. Почему они идут? Ну, как это так? А кто это сделали? Не люди разве это сделали? Люди. Причем тут президент один или президент другой. Или эти... Это мелочь. Мелочь. Потому что в масштабе совсем другом это будет. Мы хотим с таким менталитетом войти в эту пору. Причем тут деньги-то. Деньги еще раз. Это детский сад. Это инструмент. Эти деньги. Да? Я на каждом этапе могу показать, что происходит вот здесь. Да? Это же просто удивительно. Вот смотрите. Пять минут, допустим. Да? Пять минут. Вы видите? Вот смотрите. Вот видите? Оно идет шло-шло. Вот в этом месте делается шорт. Вот в этом месте делается шорт. На понижение. Вот в этом месте. Ну, кому это объяснять? Это же элементарно. Любой студент это знает. Те, которые учились. Почему вы не хотите учиться и не брать? Да если я за один день на этом несчастном евро, я могу другие показать. Вот сейчас, в реальном времени. Сегодня. Час назад. Какие час? Меньше. Поэтому я объявил о том, что будет эта программа. И где-то 15 минут я трейдил, когда поставил заказы. И вот то, что я получил за 15 минут. Посмотрите. Значит, начало падения было сколько время? 11. Сколько? 15. Да? Сегодня. 11.15. Да? Значит, и дошли мы до конца в 11.12.15. Да? И 13. Вот. Короче говоря, это все заняло час времени. Да? Посмотрите, какое падение. 1.09. С чем-то. А здесь 1.07. 200 пипс. 200 пипс. Если один контракт, то это сколько? 2000 долларов. За один час? Один контракт. Это инструмент. Теперь мы берем заработанные деньги. Да? И едем куда хотим. Вот на пляж хоть куда. Правильно? Это потенциал, который все мы можем получать. Ну, разве не так? Ну, я же веду за ручку. Меня никто не вел. Я же все это дело платил. Почему кто-то платит, а кто-то хочет на халяву получать? Объясните. Ну, разве это справедливо? Ну, так один раз получится, второй раз получится, но дальше ничего не будет. Но это менталитет, который в голове-то остается. А он переносится на все, на всю жизнь. Вот такой менталитет. Это не годится. Еще раз, не деньги. А как надо жить, чтобы не попасть под эту махину, чтобы не попасть под эти танки, под эти бомбы, под эти пули и под эти болезни? Не попасть. Вот как надо вести себя, расскажите. Я гарантирую, что если мы будем вести себя правильно, в соответствии с законами, мы не умрем и не заболеем, и наши родственники будут, слава богу, живы, и дети. Ну, подумайте о детях, в конце концов. Любой негатив мгновенно переносится к ним. Любой. И не имеет значения, кто виноват, кто прав. Ну, какая разница? Вам легче от этого будет, что виноват один президент или другой президент, расскажите. О том, что идет. Вам легче от этого, если ваш ребенок заболеет сейчас? Ну, как вы будете смотреть? Вам не до того будет уже. Не до этого обсуждения, друзья. Это надо понимать, эти вещи. Я удивляюсь, почему у нас нет людей? Почему вы не хотите это получать? Сколько я сейчас говорю об этом? Сколько я программ этих делаю для того, чтобы ко мне пришли? Так а зачем? У меня же все есть. Правильно? Да у меня все было до того, как я начал этот центр сангейц. Да у меня все было. У меня же есть все эти рекорды. Моя кредитная история такая, в которой нет четверти американцев. Не четверти. 0,25. Меньше 1% американцев имеют такую кредитную историю, как имеет несчастный эмигрант, понимаете, из Советского Союза. Ну. Так это же о чем говорит? Это говорит о том, что мы по сравнению с ними вообще гиганты. Но менталитет мешает. Вот в чем дело. Одно есть, другого нет. Ну. Не годится это никуда. Можно это изменить. Так давайте вместе это делать, друзья. Я благодарю всех за внимание. Это не та программа. Еще раз повторяю. Посмотрите, что произошло по сравнению с тем, где мы вылетели. Все. Я вышел. Вот здесь вот я вышел. И теперь мы пошли вверх. Все. Их цель достигнута. Почему мы вместе с их целью не идем с ними? Если они такие умные, так почему мы этим не пользуемся? Почему мы не знаем? Так давайте изучать вопросы. Из нас. Правильно? Логично я рассуждаю. Наверное. Мне так кажется. Вячеслав, конечно, найдет, наверное, причины сказать. Я, правда, ее вот не вижу здесь. Но, наверное, найдет причины по-своему это все рассказать. Вот до сих пор было так. Я надеюсь, что-то изменится. Надеюсь. Вообще, я не теряю никогда надежды, друзья. Я всегда за, так сказать, и... Ну, настырный такой упрямый. Но не теряю надежды. Вот. Чего и вам советую. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...